Кровоток в артериях – это канал, на который стоит подписаться, если вы интересуетесь артериальной структурой и функцией, теоретическими и практическими аспектами. А эта рубрика призвана натренировать точную интерпретацию тонов Короткова при профессиональном аускультативном измерении артериального давления. Рубрика состоит из пары дюжин упражнений. Каждое упражнение состоит из трех этапов. Вначале вы наблюдаете за ртутным столбом, слушаете тоны Короткова и записываете свой результат. На втором этапе происходит разбор увиденного и услышанного и обосновывается правильный ответ. На третьем – полученный навык закрепляется. Для упражнений рекомендуется использовать наушники. Это эквивалентно хорошему фонендоскопу. Можно использовать усиление громкости динамиков, но нет гарантии, что, допустим, на смартфоне вы услышите все тонкости. В общем, лучше найдите наушники. Потребуется также блокнот и карандаш, либо что-то удобное для вас, чтобы записать результат. Итак, упражнение номер четыре. Первый этап. Продолжение следует... Продолжение следует... Пожалуйста, запишите ваш результат. Второй этап. При использовании программы для обработки звуков совершенно четко можно увидеть, что в начале есть несколько нерегулярных звуков. Они в расчет не берутся. Регулярные тоны начинаются вот примерно отсюда. Давайте прослушаем их. Совершенно четко и ясно можно увидеть, что первый тонн городкова появляется прямо ровно на 140. миллиметрах ртутного столба. Последний тонн тоже не вызывает никаких сомнений. Давайте прослушаем. На 88 миллиметрах ртутного столба. Без сомнений. Особенность пациента брадикардия. Итак, ответ 140 на 88 миллиметров ртутного столба. Теперь третий этап. Закрепляем навык. Закрепляем навык. Продолжение следует... Несмотря на то, что осциллометрические устройства постепенно вытесняют лоскультативную технику, такой навык может вам потребоваться, чтобы проверить их точность. Поэтому не пропустите остальные упражнения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...